Всем привет, меня зовут Иван, и не удивляйтесь, сегодня я буду один без Сергея. Сергей наказан, так как распродает весь свой арсенал, и пока мы его ролики на канал выпускать не будем. Конечно же, это шутка, скоро вы увидите новые видео от Сергея, а сегодня все-таки с вами буду только я. И я хочу вам рассказать об одной проблеме, с которой лично я не сталкиваюсь, но сталкиваются ребята из нашей команды. Я сейчас в основном стреляю ПСС и стреляю из отечественного карабина САЙГА-9, в котором применяются вот такие вот магазины. В данном случае это магазин от ПАВГАН, есть родные магазины от САЙГИ-9, есть магазины легального арсенала. Все они дешевые, доступные и практически в любом магазине в наличии имеются. У стрелков, которые используют карабины на АР-системе, либо АР-подобные карабины, используются вот такие вот ГЛОКовские магазины. И совсем недавно, буквально полгода назад, вот в этом видео Сергей рассказывал о том, что у этих ГЛОКовских магазинов есть большие проблемы в России с не очень качественными по меркам разработчика этих магазинов патронами, с другими реалиями из-за того, что магазин этот изначально был все-таки пистолетный короткий, его удлинили для ПСС, для карабинов до 30-33 патронов емкости. И в связи с этим тоже возникают проблемы. Посмотрите, видео очень познавательное и интересное. Так вот, что интересно, в том видео Сергей с неким пренебрежением даже говорил о магазинах производства турецких и китайских компаний. На тот момент это была редкость, они были сильно дешевле, чем то, что предлагалось на рынке. Доступны были магазины KCI, о которых Сергей хорошо отзывался. Можно было за относительно меняемые деньги еще купить оригинальные ГЛОКовские магазины. Сейчас же ситуация сильно изменилась. По ценам доходит до такого, что, например, один наш стрелок Дмитрий в объекте, когда на матче у него сломался один из магазинов, был вынужден на месте купить оригинальный ГЛОКовский магазин и отдал он за него 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей за один магазин. Вообще, магазины, которые сейчас ребята используют, довольно качественные и надежные. На некоторых из них уже есть на стрел больше 10 тысяч выстрелов, что очень-очень неслабо, но они начинают постепенно вылетать. Магазин програничный, Elite Tactical System, американский. На магазине тресного губка запаял скобочек для бампера. Не, стало работать. Проблема была в этом зубике. Сначала у меня отошла пластинка. Я ее немного подбил, чтобы она не упиралась, потому что как только она отошла, у меня начались проблемы с подачей. Сейчас у меня, если посмотреть на бок, видно, что теперь пластик уламывает. На стрел на нем больше 10 тысяч, да? На стрел, да, больше 10 тысяч. Ну, соответственно, он скидывался неоднократно и в песок, и в гравии, и на пол. Ломалась только вот пятка на меду. Губки нормальные. Если Сергей полгода назад еще буквально пренебрежительно немножко в своем видео говорил о том, что турецкие магазины это что-то еще непроверенное и такое дешевое, ширпотребное, то сейчас у нас реальность такова, что мы уже непосредственно работаем с этими турецкими магазинами, тестируем их активно, и у некоторых стрелков они уже становятся основными. В частности, это у нас магазины компании Утос Дефенс, не так давно у нас на рынке появились. Стоят они что-то порядка 5-7 тысяч рублей, в зависимости от того, где вы их будете покупать. На данный момент это одно из самых доступных вообще решений для глоководов, для тех, кто использует глоковские магазины. Хорошо себя достаточно они зарекомендовали. У нас они на тестах уже порядка где-то полутора-двух месяцев. На стрелы у некоторых стрелков с ними составляют уже по 2-3 тысячи выстрелов. Протестированы в условиях соревнований, в условиях тренировок, сборов, в том числе и еще когда были морозы. Выполнены они из очень прочного стеклонаполненного полиамида, из одного из его разновидностей. Производитель заявляет, что емкость этого магазина без дополнительных пяток, то есть в том виде, в котором он сейчас есть, 32 патрона. По факту сюда всегда влазит 33 патрона, что очень удобно. Кстати, на оригинальных глоковских магазинах и магазинах, которые по их мотивам сделаны, для того, чтобы в магазин поместилось 32 патрона, нужно использовать специальную пятку. Здесь же нет необходимости ее использовать, что очень-очень удобно. То есть помимо того, что сам магазин стоит недорого, у тебя нет необходимости приобретать еще дополнительно какую-то пятку, которая стоит пусть и некоторые пластиковые варианты до 1000 рублей, но тем не менее, я бы сказал, что это приятный бонус. У нас в группе довольно большое количество ребят стреляют с карабинами под магазины глоковского стандарта. Это и карабины СТМ, и НЛ, которые не так давно появились, их уже есть определенное количество в нашей группе. Карабин ИСОС, есть даже карабин Курбатов, который, кстати, единственный из всех, которые мы тестировали, показал себя не очень хорошо в работе с этими магазинами. Но справедливости ради стоит сказать, что там, в принципе, карабин на данном этапе у стрелка не работает. И все шло хорошо с использованием этих магазинов на матчах, пока не произошел один инцидент на матче в Санкт-Петербурге. Здесь произошло не что иное, как выстрел на незакрытом затворе. К сожалению, такие случаи часто бывают в карабинах PCC, в карабинах под пистолетный патрон, из-за того, что в большинстве случаев они построены на работе по принципу свободного затвора. То есть затвор просто своей массой запирает патрон в патронники. И если по какой-то причине механизм, который блокирует УСМ от возможности выстрела на незакрытом затворе, не срабатывает. Происходит выстрел без запирания патрона. Это, как правило, приводит к плачевным последствиям. Разлетается, как минимум, разлетается магазин. Я видел дважды такое на САЙГЕ-9. Оба раза магазины разлетелись, и оба раза с САЙГИ сами получили повреждения. То есть у них выламывает направляющий затвор. Это то самое повреждение, о котором в начале выпуска САЙГЕ-9 часто очень говорили. Там был еще один нюанс с клепкой, которую там постепенно решили. Но вот такая проблема есть, что при выстреле на незакрытом затворе на САЙГЕ ломает направляющие очень часто. В карабинах на АР-платформе бывают другие, тоже часто очень плачевные последствия, но магазины разлетаются практически всегда. Мы видим, у нас сразу два патрона, сдетонировало, да? Магазину, конечно, конец. Вот мы видим осколочки здесь, вывалившиеся патроны. И довольно дорогостоящий Глоковский магазин. И вот ему настал конец. И вот такой случай у нас произошел у стрелка вот с таким магазином от Утос Дефенс. Ну, как ни странно, магазин не разлетелся. Мне стало очень интересно. Сразу же ребятам написал, что берите магазин с собой на следующую тренировку, привозите, покажите. И мы стали уже продумывать, как мы будем этот магазин чинить, что с ним будем делать. Прикидывали, как мы будем греть его техническим феном, возвращать ему форму и так далее. Но когда ребята приехали на тренировку, мы его снарядили полной патронами. И, о чудо, оказалось, что магазин даже в таком состоянии рабочий. После недозакрытого затвора вот так вот деформировало верх магазина передний, да? Видно, да? Сейчас посмотрим, как это работает. То есть удивительно, но магазин, которому изначально доверие было не так много, показал себя лучше, чем оригинальный Глоковский магазин, что касается надежности. У меня же возникла мысль, а почему бы не попробовать ударить этот магазин о бетонный пол? Здесь в стрелковой галереи как раз-таки тротуарная плитка. Первый раз пустой бросил на пол. Смотрю, все с ним нормально. После этого забил полный магазин патронов. Те, кто пользуется Глоковскими магазинами, знают, что при сбросе не пустого магазина часто слетает пятка и происходит такой фонтан из патронов. Здесь же, на удивление, все держится. Пятка не слетает. Максимум, что у меня было при нескольких десятках бросков, уже даже бросков на пол этого магазина, несколько патронов вылетали. Ну и для надежности. Ну и совсем нерадивый стрелок сбросил его немного в сторону. Что получили? Ну вот, пятка побита вся. Ничего абсолютно критичного здесь нет. Пружина собрана на месте. Патрон готов к подаче, то есть не застрял. Все с ним в порядке. Итак, многострадальный наш магазин, который раз 20 прилетел в бетонный пол. Побитая немножко пятка у нас. И губки немного пострадали, когда я его сбрасывал патронами вниз. И сейчас посмотрим, будет ли он работать. Поработает? Да, и давайте билдрил. Кстати, у УТОС Дефенс есть еще магазины под 223-й калибр и 308-й. И если 308-й калибр мне, например, не актуален, то 223-й калибр я обязательно буду пробовать на своей арке и о своих впечатлениях с вами обязательно тоже поделюсь. Если кто-то сомневался по поводу того, можно ли использовать турецкие магазины, в частности УТОС Дефенс, в своем оружии, можно ли таким образом сэкономить, не покупая KCI или оригинальный ГЛОК? Да, с уверенностью сейчас говорю, что можно. Наверное, суммарно десятки тысяч выстрелов сделаны в нашей команде с использованием этих магазинов. Да, с ними возникают проблемы, так же, как и с другими ГЛОКовскими магазинами. Например, если в Песок, где-нибудь в Питере, в Нижнем Новгороде бросить этот магазин, то потом его в любом случае нужно полностью убирать из него патроны, прочищать, потому что работать в большинстве случаев нормально они уже не будут. Но это нюанс ГЛОКовских магазинов самой конструкции. Ну что ж, друзья, на этом я хочу с вами попрощаться. Занимайтесь своим любимым стрелковым делом, экономьте там, где можно экономить без потери результата. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok